Здравствуйте, в студии Юрий Богданов. Сегодня обсуждаем предуборную ситуацию на Украине. Меньше двух недель остается до дня голосования, и у кандидатов совсем мало осталось времени для того, чтобы привлечь на свою сторону избирателей. Но, как мы знаем, встречи с этим самыми избирателями зачастую оборачиваются курьезными ситуациями. Про Петра Порошенко мы уже неоднократно рассказывали в нашем эфире. То по лужам приходится убегать, то плюшевыми свиньями администрацию закидают, то шахтеров с чего-то вдруг обхамят. А тут в ту же курьезную ситуацию попала и Юлия Тимошенко. Вот видео, на которое пользователи обратили внимание, как госпожа Тимошенко покупает на автозаправке хот-дог. Но пользователей повеселила ее реакция. Она вроде бы купила и собиралась при всех как-то под камеры съесть, но потом мы видим, что то ли передумала, то ли не понравился он ей. Но, на самом деле, справедливости ради надо отметить, что есть видео, где она этот хот-дог все-таки съела и, так сказать, не подавилась им. Слава богу. Но, тем не менее, в интернете сейчас этот ролик обсуждают активно. Ну, а если серьезно, то давайте посмотрим на предвыборные расклады. Владимир Зеленский по последним опросам с огромным отрывом возглавляет президентскую гонку. У него, по данным соцопросов, 34% голосов. 34%. Для сравнения, у Порошенко 14%, а у той самой Тимошенко 12%. Ну и одна из таких интересных и примечательных новостей, то, как Петр Порошенко вступил в заочную полемику с Владимиром Путиным по поводу того, сваришь каши с ним или не сваришь, и нужно ли эту кашу варить. Все эти темы обсуждаем сегодня с нашими гостями, экспертами в этой студии. Владимир, вам первый вопрос адресую. У нас принято считать, в том числе и здесь, в этой программе, звучало мнение, что все уже предопределено. Ставка сделана на Порошенко, американцы поддерживают его, значит, он победит. Но так ли это? Да, я тоже поддерживаю это мнение, причем поддерживал его изначально. Считаю, что Петр Алексеевич обязательно победит на этих выборах. Естественно, речь идет не о том, что он победит честным образом. Он победит с использованием всех возможных ресурсов, административных, приписок. Человек, который контролирует все избирательные комиссии, контролирует все структуры власти, но за исключением, может быть, МВД, которая занимает особую позицию, кстати, в этой связи. Человек, который контролирует значительную часть парамилитарных структур Украины, просто не может не победить в этой ситуации. Кроме того, очевидно, что поражение Петра Алексеевича приведет к катастрофичным последствиям и для него, и для его бизнеса, и для его окружения. Поэтому на кону не только, так сказать, его победа и политическая жизнь, но и, собственно, реальный бизнес. При этом нужно обратить внимание на тот факт, что вот сейчас, заметьте, при всем уровне скандалов, которые мы видим в компании Петра Порошенко и коррупционная составляющая, прежде всего, его рейтинг, как ни странно, растет. Но разве такое может быть? Такого, в принципе, быть не может. Да, но по сравнению с Зеленским, он все равно в Украине низок. Там больше, чем в два раза отставание, если мы верим, да, этим вопросом? Безусловно, безусловно. Но это ведь ситуация очень неоднозначная, потому что рейтинг Зеленского, он, это кот в мешке Зеленский. Уже много раз сказано, что его избиратели могут не прийти на избирательные участки. То есть, есть украинские эксперты, готовят ситуацию, при которой рейтинг Зеленского оказывает, окажется, калетой. Несколько дутом, да, но сейчас это обсудим. Санислав, ваше мнение. Я бы поспорил. Во-первых, я считаю, что американцы не задели ставку на Порошенко, американцы положили яйца в все корзины. То есть, они, как бы, все кандидаты находятся внутри русофобского, прозападного консенсуса, что там. Крым наш, в смысле, украинский, Донбасс наш, Донбасс надо зачистить, Запад, да, да, безусловно, на Запад, НАТО и так далее. И Тимошенко, и Зеленский, и все более-менее, как бы, кандидаты, которые действительно лидеры, они это придерживаются. Поэтому американское посольство, которое является главным модератором и субъектом украинской политики, оно положило яйца в все корзины. То есть, вы считаете, что выбор не предопределен? Могут быть сюрпризы? Не предопределен, во-первых, по этой причине, потому что американцы, в принципе, устроят и Порошенко, и Тимошенко. Зеленского изначально не рассматривали как какого-то кандидата такого, хотя это именно американская, Рейган, актер, который пришел, вдруг начал набирать рейтинг. И теперь, в принципе, он их тоже устраивает. И вот то, что уважаемый коллега сказал, что практически все там рычаги в руках Порошенко, кроме ВДН, в данном случае, тот рычаг, который перевесит все остальные. И потому что, опять-таки, парамилитарные сформирования какие-то на стороне могут быть Порошенко, но сейчас фактически на стороне, не скажу, что прямо на стороне Тимошенко, но на стороне против Порошенко вышел такой известный и одиозный человек, политик, не политик, деятель. Как Андрей Белецкий, по прозвищу Белый вождь, это главный ультра-националистический украинский деятель. Он фактически сейчас вышел против Порошенко. Это тот кузырь, который перевесит всех остальных. Да, эту тему обсудим обязательно, очень интересную и важную. Александр, вам вопрос тот же адресую. Все-таки предопределен итог этих выборов или нет? Порошенко или могут быть какие-то неожиданные результаты? Я соглашусь скорее с Владимиром, поскольку я вижу эту компанию технологически. Я считаю, что Зеленский это технический кандидат, это спойлер для Порошенко, который должен в том числе создавать вот эту яркость имитационной компании. Безусловно, она имитационная и будут использованы все методы. А что касается нюансов, связанных с контролем над неонацистами, их группами-радикалами, с дутым конфликтом, совершенно выдуманным с Аваковым. Это все незначительные эпизоды, которые должны украшать красивую, похожую на честную избирательную кампанию. Американцам действительно все равно, и вчера Курт Волкер высказался на эту тему, фактически повторив слова, о которых мы часто говорим, что любой президент Украины будет против России. И Курт Волкер это все произнес. Что касается возможности изменения американского сценария по поводу Порошенко, то, конечно, такая возможность есть. И она лежит в компроматном поле. Если Юлия Тимошенко докажет американцам, что Порошенко для них токсичен, как принято говорить, что его нельзя легитимизировать в силу коррупционных скандалов, наличия какого-то открытого воровства американских денег, то тогда шанс у нее появляется. Но, на мой взгляд, времени осталось очень мало, даже при наличии такого компромата, но не предъявлении его, Петр Алексеевич в тяжелейшей борьбе победит во втором туре Зеленского. Да, но все равно разброс более чем в два с половиной раза. Абсолютно. Я вот считаю, что как бы, ну, вспоминаем, конечно, кампанию 96-го года в России, когда тоже, в принципе, очень много похожих на Украину развалины, лежащая в нищете страна с конфликтом, с конфликтом, то есть, как бы, вооруженным в одном из регионов. Людей, которые не хотят жить с этой страной. Рейтинг Ельцина, который вначале, как бы, сначала маленький, но потом начинает расти. Все-таки рейтинг Ельцина, момент за две недели до выборов, он уже не был таким, с разыром в два раза. Он все равно уже был практически, если не лидером, то шел к ноздря. А тут практически полтора недели. Да, тут полтора недели, как бы, это слишком. Не вызовет ли это в дальнейшем негодование, недоумение и протеста? Да, да, это слишком скандальная ситуация, как бы, то, что все это, в принципе, административный ресурс, но это, как бы, в случае с Украиной, это можно воспитать бесконечности, но, в случае с Украиной, это, ну, процентов в 10, возможно, тяжкие. Ну, 10 процентов, это как бы, а тут уже в практически 20 процентов. Ну, это сложно. Позвольте, я вот скажу. Да, сейчас, Александр, Владимир, пожалуйста. Да, я хотел сказать, что в этой компании была точка бифуркации. Несколько, ну, где-то недели три назад, если помните, до этого устойчиво рос рейтинг Тимошенко. И потом рейтинг Тимошенко пошел вниз, а стали расти рейтинги Зеленского, и, собственно, подрос рейтинг Порошенко. Вот эта вот точка, она была ключевой в данной компании, и, по сути, это ситуация такого технологического вывода Тимошенко на третью позицию. Потому что Зеленский действительно не конкурент для Порошенко, потому что он не является самостоятельной фигурой, потому что у него нет команды, потому что у него нет внятной, четкой идеологии. Подождите, но мы неоднократно говорили, что фактически Зеленский это Коломойский. Да. У него есть команды, у него есть, в том числе, и силовые некие структуры, да, которые могут там быть ему подконтрольны, Коломойскому. И, фактически, это, ну, такой, здесь председатель, грубо говоря. Я вам скажу больше, даже Гитлера еще там за несколько лет до того, как он стал канцлером, мы воспринимали правильно, как Гитлер это технический комитет какой-то немецкой буржуазии, который вот есть более респектабельные немецкие националистические партии, более такие умеренные. Гитлера, ну, конечно, он не был актером, но, в принципе, воспринимали тоже какого-то комического, технического такого персонажа, за которым есть какие-то силы, но, тем не менее. Здесь есть очень четкая поляризация. Порошенко это все-таки кандидат Запада и Центра. И более того, он кандидат правонационалистического ряда, поскольку в своей избирательной кампании он использует исключительно националистическую историку. Но при этом националисты, как Станислав отметил в последнее время, довольно критически относится к ним. Это же совершенно другая ситуация. Не все националисты против Порошенко. Знаменитая С-14 за Порошенко. Это известные факты и другие структуры. Порошенко, по сути, занимает полностью правый пронационалистический антироссийский фланг. Есть ли на этом фланге какие-то еще фигуры? Нет. До кампании очень активно муссировалась идея, что будут два новых лица. Зеленский и Вакарчук. Именно Вакарчук мог бы занять эту правую националистическую, соответственно, часть спектра и побороться здесь с Порошенко. Он не участвует в кампании по какой-то причине. Даже Садовый, который является достаточно авторитетным справа на Западе политиком, он тоже снял свою кандидатуру. Ну, там, помните, Мар-Львова же, да? Да, естественно. У Порошенко там несколько компаний было. А вот то, что касается центра и востока, того электората, который раньше был, в общем-то, электоратом партии регионов, тут очень прочно оккупировал эту нишу Зеленский. И фактически он выталкивает отсюда Тимошенко. Да, сейчас, прошу прощения, Александр, да. Ну, я хотел бы сказать по поводу приписок 10% и других избирательных технологий. Ну, только одно зарубежное голосование может Порошенко позволить победить, поскольку в прошлый раз, в 2014 году, для победы ему хватило 9 миллионов. Если посчитать количество избирателей, которые будут находиться в высокий сельскохозяйственный сезон в Польше, в России, ну и в других странах, то сумма голосов этих получится больше. Вы скажете, да, в России голосование не будет проводиться, но данные-то есть, паспорта есть. И на УИКах, на избирательных участках административным ресурсом впишут, это будет не 10%. Поскольку я согласен с Владимиром, Порошенко действительно контролирует все избирательные комиссии. Даже если, даже если будут наблюдатели, которые будут строго следить и не допустят никаких фальсификаций, хотя на Украине это смешно, по-моему, зарубежное голосование контролирует Климкин. Хорошо, но... Верности господину Климкин, на этом сомневаться не нужно. Александр, о чем говорил Санислав, не будет ли это слишком одиозным? Не вызовет ли это, ну, условно, да, новые майданы протеста в обществе? Они за последние несколько лет, по-моему, около 18 раз пытались собрать хоть какой-нибудь майдан. Социальный, пенсионный, газовый, угольный, шахтерский, матерей этих, так называемых, ветеранов АТО. Они не были разрешены за американскую область? Не получилось ни у кого. Американцев устраивает любой антироссийский кандидат. А почему они должны ставить тогда на самом деле? Есть не только разрешение Вашингтона, есть еще конгломеранты украинских олигархов. Евромайдан состоялся, потому что все олигархи объединились против Януковича. Последующие майданы не состоялись, потому что не было вот этого олигархата против Порошенко. Его, очевидно, не будет и после его вероятной победы. Потому что в настоящий момент олигархи кто-то держит в сторону Порошенко, кто-то держит паузу, кто-то играет в свою игру, как Коломойский. И сказать, что вот эти 5-7 фамилий, которые реально контролируют экономику Украины, выведут людей 1 апреля или 2 апреля на Майдан против победителя Порошенко, я бы не стал делать такие выводы, что эти люди готовы выйти на Майдан. Ну, соответственно, у меня два ответа, тире замечания. Что, во-первых, все те маргинальные протесты в числе 18-20, они не были разрешены из правительства Америки. В данном случае не то, что будет разрешение, но будет дозволение. Потому что Америка, она тоже слишком вот токсичный кандидат, хотя бы даже в их глазах не нужен, учитывая, что их устраивают все кандидаты. То есть, в принципе, все ребята хороши, выбирая на вкус. Ну, отмашку, не отмашку, как бы благодолжительный нейтралитет для какого-то антипорошенковского выступления Юлия или кого-то, они могут дать. Это первое. И, во-вторых, я бы отметил такую интересную деталь, в принципе, при том, что действительно Порошенко делает ставку на такой правый антироссийский электорат, я бы сказал, не то, что прям ультраправый, но такой правый плюс центр, правый центр. При этом в последние недели, в последние месяцы, во-первых, появился фактор Бойко, который там в Харьковской, Одесской областях, он практически догнал Порошенко. Слово, нет потенциала выхода во второй тур. Или, во всяком случае, если бы он вышел, он бы там проиграл. Но, тем не менее, сейчас... Голосы он отбирает. Да, вот этот большой потенциал, действительно, Юго-Востока, то, что называем Юго-Востоком, а мы русские называем Новороссией, то, что, в принципе, там еще эти люди, они голосуют, и они все равно против этой власти. Даже там за самого меньшее зло хотя бы в лице Бойко. И они борются, в принципе, из-за этих голоса. То есть, те же Зеленский тоже борются из-за электорат, Тимошенко с Порошенко, и время от времени делают какие-то вот заявления, что мы за мир, мы там за мир готовы как-то помириться с Донбассом и так далее. То есть, в принципе, не уходя со своей правой ниши, они в то же время учитывают фактор, что есть люди, которые как бы... Кстати говоря, интересный вопрос, да, как комментируют вопрос Донбасса и Крыма кандидаты? Однозначно они комментируют. В этом у них точно такой же консенсус, как во всем другом. Бывают редкие какие-то фразы, не асинхронные, да, официальному курсу Киева, но это связано с попыткой привлечь к себе внимание. Дело в том, что рассуждать о весе кандидатов в рамках имитационной кампании, ну, это не очень рационально, поскольку все равно кампания это картинка, которая Западу должна дать нового легитимного украинского лидера. Какая его фамилия, это не важно. Важно, кто будет ходить по международным площадкам, трибунам, клянчить деньги, проклинать Россию, ну, исполнять вот этот стандартный канкан. Но времени слишком мало. Если США запускают какой-то хаос, какой-то Майдан, то они теряют управление, и для них это зона риска. Это зона риска, в том числе и потери контроля. Поэтому, конечно, в данном случае никто не будет разрешать допускать новые какие-то беспорядки, уж тем более финансировать их. У Порошенко сидит технологический штаб, он высадился туда еще в августе месяце. И там сотрудники американского посольства и специальные технологи из Соединенных Штатов по выборам. Я думаю, они есть во всех штабах. Так что это там... Яйца разложены во все корзины. Есть ли риск некой, может быть, военной даже провокации, будь это Керченский пролив или Донбасс, с целью опять введения военного положения, как мы в этой студии предполагали, да, перенос или отмена выборов? Или сейчас, ну, такого риска и такой угрозы уже нет? Как вы считаете, Владимир? Ну, я хочу сказать, что этот риск, он есть всегда, это раз. Вот буквально сейчас начнутся учения совсем рядом с границей России. В Черниговской области. С Брянской областью, да, в Черниговской области на полигоне. Это там Порошенко обещал какие-то ракеты на области. Да, да, да. И, по-моему, это с этого полигона в начале 2000-х запустили точку, которая попала в жилой дом. Именно с этого полигона, и поэтому есть риск. Не отыграна тема Азовского моря. Естественно, мы наблюдаем некоторую повышенную активность на линии разграничений с ДНР и ЛНР. Более того, Порошенко всегда будет основным выгодополучателем от этой темы, потому что «Армовир», «Армия Мова Вира» — это его избирательный слоган. И на этом поле его не обыграет ни Тимошенко, ни тем более Зеленский. Поэтому любая милитаризация или квазимилитаризация, она выгодна исключительно одному кандидату, то есть Порошенко. Будет ли военная провокация до 31 марта? Будем надеяться, что нет, поскольку все-таки это было бы слишком нарочито. Но то, что военная имитация будет, и то, что военная пропаганда будет работать со стороны Порошенко, и это уже повышает угрозу, в разы повышает угрозу каких-либо столкновений, это очевидно в данной ситуации. Более того, после выборов и после предполагаемой победы Порошенко, кстати, возможность провокации еще более высока, поскольку, во-первых, ему нужно отрабатывать те авансы, те обещания борьбы с Россией, которые он постоянно обозначает. Во-вторых, будут парламентские выборы, поскольку президентские выборы в данной конструкции фактически это праймерис перед парламентскими выборами. Я бы хотел сказать, что мы, в принципе, с коллегами, говоря обо всем этом, расходимся в терминах, это выглядит как противоречие. На самом деле, мы все сходимся, что американцы являются главными модераторами украинской этой компании, как, в принципе, украинская политическая жизнь. Вот коллеги считают, что они являются модераторами в пользу Порошенко, что я считаю безосновательно. Вот я считаю, что они не в пользу, хотя, может, и не во вред ему. И вот как раз-таки, говоря о том, что они модераторы не в пользу, не во вред Порошенко, но и не особо в пользу, я считаю, что они могут не отдать отмашку, в принципе, до этого, то есть в период, не знаю, октябрь, ноябрь, декабрь, он может пользоваться этим ресурсом сколько хочет. А вот уже как бы буквально за полторы, за две, за полторы недели до выборов они могут сказать, нет, дружок, это сейчас ты слишком сильные козыри вытаскиваешь против. Нечестная игра, как говорит один там. Выдающийся русский мыслитель современности. То есть, что они, могу сказать, что ты уже как бы слишком большой козырь вытащил, а то нет, как бы другим надо тоже поиграть. Так что могут и не дать такую отмашку. Да. Ну, я наблюдаю кампанию, да, достаточно много смотрю за ее ходом. Я думаю, что сейчас у кандидата, хотя он, конечно, нервничает, но у нее, в принципе, все нормально, и действительно менять на кого-то другого времени нет. Создавая хаос, американцы выпускают инструменты давления на Россию. Им это сейчас совершенно не нужно. Я про управляемый хаос. Хорошо, смотрите, давайте перейдем вот к этой заочной полемике, которая возникла между Владимиром Путиным и Петром Порошенко. Точнее, даже не полемика, да, а некие реплики со стороны Порошенко, ответные на комментарии Владимира Путина, который сказал, что с нынешним руководством кашу не сваришь. Порошенко сказал, что он и не хочет кашу сварить с российским руководством. Но при этом там еще прозвучала фраза о том, что России выгоден любой кандидат, кроме него. Так считает Порошенко. Мы же здесь с вами, ну, пришли к выводу, да, что если мы берем Вашингтон как главного кукловода, им, в принципе, приемлем любой из кандидатов. Все-таки есть кто-то из украинских политиков, ну, из тех, кто сейчас выдвинул свою кандидатуру, который был бы договороспособен и действительно удобен для России, удобен для Москвы. Значит, смотрите, здесь мы, давайте мы разобьем всех кандидатов на три корзины. Первая корзина, ее занимает полностью Петр Алексеевич Порошенко, потому что с ним никакие переговоры, в принципе, невозможны, это очевидно. И тот минский процесс, который фактически завершился полностью, и те провокации, которые он совершал, они свидетельствуют о том, что с этим человеком, так же, как с Саакашвили в свое время в Грузии, нам говорить не о чем. Ну, то есть в этом Порошенко прав, то есть кто угодно, но не он. В этом Порошенко абсолютно прав, с Петром Алексеевичем нам разговаривать не о чем, потому что пять лет доказали, что это невозможно. А две остальные корзины, это вторая корзина, это политики, которые занимают антироссийскую позицию, но с которыми, может быть, при определенных обстоятельствах возможен какой-то диалог, потому что нет вот этого бэкграунда Порошенковского. И, собственно, это почти вся остальная линейка политиков, в том числе и Зеленский, в том числе и Тимошенко. Они входят сюда? Безусловно, потому что мы всегда настроены на диалог, и очевидно, что с этими кандидатами возможен... Да, вот это интересно. Интересное мнение услышите, Станислав. Я человек крайне критически относящийся к российской политике на украинском направлении, это очень мягко говоря. Я разграничиваю национальные государства интересы России и, скажем так, какие-то корыстные финансово-экономические интересы нашего управленческого класса, которым, допустим, газовая труба важнее, чем интересы русских, Украины, политические интересы России и так далее. То есть, в принципе, если говорить о трубе, то российское руководство пытается договориться и будет пытаться договориться со всеми. То есть, Порошенко, Стимошенко и так далее. Другой вопрос, насколько это будет получаться. Я тоже, опять-таки, не был бы столь оптимистичен, как говорит коллега, что Порошенко стал внезапно токсичен и недоговороспособен. Пять лет с ним говорили, пять лет говорили, что это лучший шанс для Украины и так далее, что он плох, но а кто лучше и так далее. Поэтому, если перезберут, ничего не изменится. По-прежнему будут пытаться с ним договориться, он будет плевать в лицо нашей дипломатии, наша дипломатия будет пытаться представить свою слабость. Но Порошенко считает, что кто угодно, только не он. Так это потому, что Путин и Россия, они в данном случае, являются в украинской экополитической компании антиплюсом. То есть, они все пытаются показать, что я главный враг России. Поэтому, в данном случае, он просто как бы ходит с козырем. Он прекрасно получает пять лет преимущества от России, экономические преференции, двигатели и так далее, топливо и так далее для АТО. И поэтому, он просто пытается сделать вид, что он для России враг. Хотя он для России. Да, Александр. И список 44, и список 39, которые прошли регистрацию, они все находятся в одном, в том же самом антироссийском консенсусе. И поэтому, если представить фантастический сценарий, что побеждает, ну, кто угодно, даже какой-нибудь условно умеренный Бойко, да, он в силу обстоятельств украинской политики, точнее, отсутствия у нее субъектности, он будет вынужден быть Россией жесток и непремерим, иначе, соответственно... Хорошо, переформулирую вопрос. С Зеленским или Тимошенко сваришь кашу при желании? Нет, нет. Как минимум, диалог отсутствует по той простой причине, что Порошенко занял абсолютно позицию противную любым попыткам со стороны России установить этот диалог. Поэтому Порошенко, конечно, в этом смысле совершенно не договороспособен, а с остальными Россия, я думаю, что готова вступить в диалог, если указанные кандидаты, став президентом, естественно, сами будут сориентированы на то, чтобы идти на диалог. Любой диалог – это поиск компромисса. Готовы ли Зеленский к подобного рода компромиссам? Большой вопрос, потому что я думаю, что этого не знает еще сам Зеленский. И, что касается Бойко и Вилкула, конечно, с точки зрения восприятия этих кандидатов в России, они в большей степени договороспособны, чем, допустим, та же самая Тимошенко. Но, во-первых, у них нет никаких шансов в настоящий момент, это очевидно. Во-вторых, все-таки, как будет складываться ситуация при том количестве, градусе русофобии, который существует сейчас в этом диалоге с Россией, это небольшой вопрос. К тому же существует мнение такое, я бы сказал, не совсем безосновательное, что Бойко является техническим кандидатом для Порошенко, чтобы выйти во второй тур с ним и там близящий победить. То есть, как Янукович пытался там из расчета на следующие выборы, после того, как его избрали, на следующие выборы накачать тегнибока правого политика и лидера свободы, чтобы выйти с ним во второй тур и там блестяще победить. То же самое, только наоборот, с переменной знака. Понятно. Интересное мнение. Я бы добавил, что существует миф о том, что Виктор Федорович Янукович был пророссийским политиком, обещал интеграцию с Россией и прочее, и прочее, и прочее. Большинство законодательных актов, необходимых для евроинтеграции, процентов 70, было принято при его правлении, и его риторика не очень сильно отличалась от остальных политиков, обещающих шлях до Европы. Мы знаем, чем это закончилось. Не так много времени остается до конца эфира. Собственно, в продолжении тему, которую вы подняли, об антироссийском курсе и, так сказать, о том, что в общем-то он предопределен в определенной степени, свидетельствует, на мой взгляд, еще один аргумент. 1 апреля прекращает действовать договор о дружбе. Независимо от того, кто 31-го станет президентом или выйдет во второй тур, договор о дружбе все равно прекращает свое существование. На мой взгляд, это символично. Насколько это критично для обеих стран? В настоящий момент это естественная ситуация, потому что какая уж у нас дружба с нынешним руководством Украины. Критично это для Украины, прежде всего, не для России. И, в конце концов, я хочу подчеркнуть, что я абсолютно уверен, что это время пройдет, и политические элиты на Украине сменятся. Не в этой итерации. Может быть, через 5, может быть, через 10 лет возникнет ситуация, при которой российско-украинские отношения будут восстанавливаться. И вот тогда с новым поколением украинских политиков, возможно, будет выйти на подписание какого-то нового соглашения, которое будет выгодно и украинскому народу, прежде всего, и российскому. Да, пожалуйста. С Владимиром не соглашусь. И пример нищий, уехавший на низкооплачиваемый труд в Европу-Прибалтике, показывает, что этих итераций должно пройти очень много. А вообще это возможно, вы считаете, в случае с той же Прибалтикой? Возможно, все. Я считаю, что это возможно только при позиции России. В данном случае, как и есть внешне, Россия и Америка. Америка за антизападный курс. Со что Россия, как страна, понятно, российское руководство, оно непонятно за что. Оно, видимо, за газовую трубу. То есть, если говорить про российско-украинские отношения, в смысле, про российско-украинские договоры дружбы, то, что он прекратит, не имеет никакого значения. Если украинское руководство бы вдруг захотело любое дружиство с Россией, оно бы делало это без договора. Опять-таки, если российское руководство захочет, несмотря на русофобские курсы Украины, продолжать мямлить, выражать озабоченности, продолжать поддерживать Украину, вкачивать в нее деньги и так далее. Несмотря на русофобский оголтелый курс, оно тоже продолжит делать без договора. Вот опять же, в плане оголтелого курса и русофобских настроений, Владимир Путин неоднократно об этом говорил. И, собственно, это подчеркивается нашим руководством, что народ Украины и руководство Украины — это несколько разные вещи. Если мы начнем экономическими санкциями или какими-то другими инструментами, в том числе и газовой трубой, давить на государство, которое представляет собой общность людей, пострадают и люди. К сожалению, это... Вы знаете... Здесь, скорее, российский МИД и, так сказать, Кремль с вами перескутирует на это. Я понимаю, вы знаете, 17-го на имени весны должно было закончиться кадром, который не закончился, чтобы так оставить какой-то там условный КПН, что Штилиц погибает в Берлине под бомбой. Под бомбами советских самолетов. Жестоко, но правда, войны. Это вот то, что вы говорите, это если бы мы говорили во время войны, что германский народ... Да, Сталин говорил, что германский народ и Гитлер — это разные. Гитлер уходит, но германский народ остается. Но если бы мы сказали, а вот так как германский народ — это одно Гитлер, другое, мы прекращаем войну, и пусть немцы сами это... Ну, это как бы порочная позиция. Нет, все-таки нельзя так относиться к данной ситуации. Россия и Украина — это братские народы, это народы, которые всю жизнь были вместе. И я уверен, что будут вместе и дальше. И вот эту русофобию мы переживем. Десятки, миллионы людей на Украине — это люди, которые не испытывают русофобии в отношении России. Обратите внимание на последние соцзапросы, которые на Украине приводятся, и в которых количество людей, украинцев, которые доброжелательно относятся к России и к русским, рекордное. Оно растет, оно постоянно увеличивается. И это свидетельство... Коллеги, к сожалению, время нашего эфира закончилось, тема интересная. Внимательно будем следить и ждем с нетерпением президентских выборов, посмотрим, чем они закончатся.